Здравствуйте! Это «Итоги дня» информационного портала улправда.ру в студии Дарья Судрева. Смотрите сегодня в программе. Госдума передает ветнадзор Россельхознадзору. Ульяновские законодатели против. Дышать легче. В Ульяновскую областную больницу закупили новое оборудование. В Ульяновской области открылся лагерь для особенных детей. Молодежь Ульяновской области выберет для себя меры поддержки. Ветнадзор ждут кардинальные перемены. Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила поправки в сфере государственного ветеринарного надзора. Его планируется полностью перевести на федеральный уровень. Губернатор Сергей Морозов высказался против передачи Россельхознадзору полномочия ветеринарного надзора. Его поддержали и депутаты законодательного собрания. На федеральном уровне в первом чтении принят законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования осуществления федерального госветнадзора. Россельхознадзору хотят передать все полномочия в сфере государственного ветеринарного надзора. От Ульяновской области подготовлено отрицательное заключение на этот документ. От невнимательного отношения к документу федеральных коллег предостерег губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Считаю, что надо максимально детально проанализировать все мнения и предложения перед принятием окончательного решения. Региональный государственный ветеринарный надзор является неотъемлемой частью противоэпизоотических мероприятий региона. Федеральные органы исполнительной власти не обладают полномочиями по организации проведения на территории субъекта мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и животных. Исключение полномочий по региональному ветнадзору приведет к снижению оперативности и эффективности в принятии мер по выявлению и пресечению нарушений, считает губернатор. Остается надеяться, что на федеральном уровне рассмотрят все стороны этого вопроса и примут решение с учетом всех вышеперечисленных аспектов. Важно отметить, что с некоторыми нюансами новоиспеченного закона не согласны специалисты в еще 37 регионах России. Региональные законодатели Ульяновской области также выражают сомнения. Инициатива федерального центра определена в совершенствовании форм и методов работы с ветеринарным надзором. Много есть проблемных вопросов по ряду субъектов. К чести у нас этих вопросов нет, которые противоречат ряду полномочий федерального и регионального уровня. А самое главное, эффективность якобы со стороны отдельных руководителей федерального центра вызывает нарекания. То есть у нас в регионе есть положительная практика действия прежней законодательной базы и эффективной работы. Обе ветви власти Ульяновской области призывают федеральных законодателей еще раз внимательно отнестись к закону, работа над которым ведется в Государственной Думе. Ульяновской области продолжается газификация населенных пунктов. По поручению губернатора Сергея Морозова на эти цели из регионального бюджета дополнительно выделено больше 25 миллионов рублей. В своей очереди дождались жители села Мордовский Белый Ключ Вишкаемского района. 12,5 кубометров дров и 4 тонны угля, переводя в денежный эквивалент 30 тысяч рублей. Столько семья Беляевых и села Мордовский Белый Ключ Вишкаемского района каждую зиму тратят, чтобы отопить дом и натопить баню. Кроме того, всегда на контроле нужно держать наполняемость газового баллона. Зимой, во-первых, газ иногда замерзает, когда сильные холода. Газ замерзает, неудобства. Приходится электроплиткой пользоваться. И отопление, естественно. Углем мы утопимся. Уголь закупаем очень дорогой. 4 тонны у меня уходит угля. И вот дрова круговую. У нас все сарай переполнены. Но теперь это все почти в прошлом. В селе проводят газ. В 2020 году голубое топливо появится в каждом доме населенного пункта. Сейчас в Мордовском Белом Ключе проживает 200 человек. Ну, я надеюсь, что молодежь, которая в свое время из-за того, что хозяйство перестало существовать, вернется в наше село. Потому что условия жизни будут намного лучше, чем вот сейчас мы с дровами, с печками. А, как вы понимаете сами, газовое отопление – это очень большой плюс. Строительство внутрьпоселкового газопровода началось в конце весны. Из 14 километров коммуникации осталось проложить чуть больше 7. Сейчас бригада копает траншея под газопровод на улице Молодежная. В 70 домохозяйствах уже произведен внутренний газ. Осталось произвести по улицам, довести до конца улица Верхняя, Школьная, Совхозная. И все. Установка ГРПШ и надземных установок, то есть отключающих устройств, задвижек. По плану все работы должны завершиться до 1 октября следующего года. Всего на газификацию сел Ульяновской области с региональной казны. В 2019-м выделено почти 157 миллионов рублей. Рината Леулова, Данила Сурков, Новости Улправда ТВ из Движкаемского района. Земский доктор, учитель года и другие аналогичные программы, а также дополнительные денежные выплаты нацелены на поддержание молодых специалистов отраслей социальной сферы Ульяновской области. О том, чем помочь еще и как создать особую экостреду, первый заместитель председателя правительства Екатерина Уба обсудила на встрече с молодежью. Трудно ли живется молодым? Устраивает ли их работа и коллектив? А главное, что нужно сделать, чтобы жизнь стала еще успешней? Ответы на эти и другие вопросы первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Екатерина Уба искала на встрече с молодыми специалистами, которые трудятся в социальной сфере. Губернатор ставит задачу о том, что мы в целом на социальную сферу должны посмотреть на все, что касается поддержки молодых специалистов, прежде всего, даже не с денежной точки зрения. Она, конечно, важна. Дело в особой эко-среде. Взращивание, приятие, помощи вообще для того, чтобы человек, пришедший в эту профессию, затративший уже много сил на то, чтобы туда прийти, в ней и остался. Екатерина Владимировна признается, что подобная атмосфера доброжелательности в свое время помогла и ей самой твердо встать на ноги. Я честно вам могу сказать, что если бы не поддержка моего директора школы, который очень много меня прощал, закрывал намного глаза, который меня поправлял, если бы не мой любимый учитель, который ходил ко мне на каждый урок, пока я вообще научилась держать дисциплину и просто была, и мы с ней потом разбирали, что я сделала так, а что я сделала не так, то меня бы сейчас такое не состоялось точно. На протяжении последних лет в регионе работают меры поддержки молодых специалистов во всех отраслях соцсферы – образовании, здравоохранении, культуре и спорте. Многим оставаться в профессии помогает дополнительный материальный стимул в виде единовременной или ежемесячной денежной выплаты. Я сама работаю пять лет в учреждении и попала под программу поддержки молодых специалистов и получала три года выплаты как молодой специалист. Конечно, это была очень существенная поддержка в социальной сфере и, естественно, это было помощью к окладу молодого специалиста. В конце беседы Екатерина Уба предложила всем участникам запустить цикл сбора идей и предложений, которые помогут улучшить условия поддержки молодых специалистов. Некоторые свои пожелания озвучили на встрече. Хотелось бы, наверное, больше информации какой-то получать, потому что какие-то сведения приходилось само искать, кому обратиться, с чем. Поэтому в плане информирования, конечно, хотелось бы, чтобы больше, наверное, с молодыми специалистами на эту тему разговаривали, чтобы они знали уже, кому обратиться, куда позвонить, что нужно с собой собрать, принести. К слову, сегодня в Ульяновской области в социальной сфере работают 90 тысяч молодых специалистов. Рината Алиулова, Юрий Конихин, Новости Уллправды ТВ. В 2019 году общая сумма финансовой помощи некоммерческим организациям Ульяновска в форме субсидий превысила 25 миллионов рублей. Денежные средства направлены на реализацию проектов по развитию ТОС, социально ориентированных НКО, проектов в сфере укрепления гражданского единства. Накануне были озвучены итоги конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для получения субсидий из муниципального бюджета в рамках программы поддержки НКО. Субсидии получили 7 проектов, направленных на создание спортивных клубов, театральных фестивалей и организаций для людей с ограниченными возможностями здоровья. В Ульяновскую областную клиническую больницу закупили новые аппараты искусственной вентиляции легких. Парк дыхательной аппаратуры в медучреждении обновляли последний раз 7 лет назад. Оборудование стоимостью более 3 миллионов рублей установили в отделении реанимации и интенсивной терапии. Парк дыхательной аппаратуры Ульяновской областной больницы пополнился двумя новыми аппаратами искусственной вентиляции легких. Оборудование предназначено для реанимационной помощи. К ним подключают пациентов в критических состояниях, то есть при смерти или с тяжелыми формами в вирусной пневмонии. Особенностью данных аппаратов является то, что они спроектированы и произведены на одном из приборостроительных заводов Российской Федерации. Это отечественный аппарат искусственной вентиляции легких, но по качеству, по эксплуатационным характеристикам он ничем не уступает западным аналогам. Еще одна способность в мобильности. В отличие от своих предшественников, в новых аппаратах компрессор уже встроен, то есть отдельный баллон для кислорода не нужен. Стоимость одного аппарата ИВЛ со всеми необходимыми датчиками составляет больше полутора миллиона рублей. Приобрести оборудование удалось за счет средств, заложенных в национальном проекте здравоохранения. Если раньше речь шла о простых дыхательных мешках, сейчас это сложная электроника, которая позволяет так тонко помогать пациенту при дыхательных расстройствах, что пациент этого не чувствует, мешательства посторонней машины и, по сути дела, дышит одновременно с этим аппаратом. В течение года в отделении появится еще пять новых аппаратов искусственной вентиляции легких экспертного класса. Ежегодно в отделении реанимации, интенсивной терапии, больницы, медицинскую помощь получается выше двух с половиной тысяч пациентов. 70% из них – это жители сел. Ринат Алиолова, Данил Сурков, Новости, Уллправда ТВ. Детям радость, мамам помощь. Летний лагерь – это отличная возможность для детей и молодых людей с особенностями развития продолжить социализацию. В Ульянске такая возможность предоставлена. В Чердоклинском районе на территории туристической деревни Артекова отдыхают дети с аутизмом. В лакере побывала Наталья Чумаченко. Десятилетний Матвей Верясов из Кузоватовского района прекрасно себя чувствует на свежем воздухе. Солнце, вода и пение птиц по утрам ему нравятся намного больше, чем душная квартира в городе. Несмотря на свою болезнь, мальчик очень добрый и общительный, любит играть со своими сверстниками. Мы рисуем, играем в игры. Расскажи, что тебе больше всего нравится? Мне больше всего нравится играть с ребятами, потому что это очень весело и здорово. Мама Матвея Людмила говорит, что ее сын очень любит природу. Каждую свободную минуту Матвей старается узнать что-то новое о растениях и насекомых. Однако раньше о том, чтобы провести пару дней за городом, семья не могла даже мечтать, поскольку не было специальных условий. Здесь очень такой насыщенный ароматный сосновый воздух, который, как говорится, питает детей. Они дышат этим, он очень чистый. Во-вторых, здесь очень хорошие специалисты, душевное общение, игры на гитаре, то есть очень такие задушевные песни по вечерам. Именно такого душевного общения в повседневной жизни не хватает тем семьям, в которых воспитываются дети, страдающие аутизмом. На помощь родителям пришла общественная организация «Аист». В 2019 году она заняла первое место в конкурсе проектов социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидий из областного бюджета. Руководитель организации Елена Титова вместе с партнерами организовала специализированную смену в туристической деревне Артекова. В течение третьей лагерной смены здесь, на территории туристической деревни Артекова, мы реализуем впервые проект «Дача для особенных детей». О чем, собственно, этот проект? Он о том, чтобы предоставить возможность детского отдыха ребятам, которые в силу своих особенностей, особенностей своего здоровья, бывают его лишены. За 20 дней на свежем воздухе смогут отдохнуть 18 детей с ограниченными возможностями здоровья из разных районов области. Для них созданы специализированные условия. Закуплено специальное оборудование, смонтирована сенсорная дорожка, приобретены игры-развивайки и многое другое. Особенно важно, что дети отдыхают вместе с родителями в сопровождении профильных специалистов. Наши специалисты работают по основным технологиям, которые развивают коммуникацию, социально-бытовые навыки и двигательные навыки детей. Для этого мы используем карточки ПЭКС, потом визуальное расписание, то есть создаем какие-то приятные рутины, проигрываем социальные истории и отрабатываем игровые навыки. Специалисты и родители отмечают, что первые положительные результаты у детей появляются уже через пару дней пребывания в лагере. Закрепить положительную динамику всем участникам проекта поможет методическое пособие, которое также получат остальные 500 семей региона. В следующем году организаторы планируют расширить проект и создать в лагере специализированные условия для маломобильных детей. Наталья Чумаченко, Данил Сурков, Новости Улправда ТВ. Завтра в регионе ожидается жаркая погода без осадков. Температура воздуха днем составит 28 градусов тепла. Ветер северо-восточный, умеренный. Магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс высокий. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням в 18.50 на информационном портале управда.ру. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok